Виталий, приветствую тебя на переднем видео технического и фундаментального анализа. Разбираем самые актуальные рыночные возможности, которые нам кажутся очень перспективными. Делимся, друзья, с вами нашим видением рынка, очень рассчитываем и надеемся на то, что эта информация вам полезна. Вы находите практически применение и, собственно, зарабатываете вместе с нами. Виталий, как тебе новости о том, что Трамп тоже в числе тех, кто столкнулся лицом к лицу с этой коронавирусной напастью? Как ты думаешь, это правда или все-таки какая-то часть пиар-компании? Ну, скажем, есть такие мысли по поводу пиар-компании, что он потом, говорят, чтобы пропустить несколько этапов дебата, весь, да, а там в конце что-то сказать, вот я там, мне там 74, я там болел, вот нормально все. Скажем, сейчас стараюсь вообще в это не вникать, так смотрю мимо, потому что немножко подустал, скажем, в таком формате. Я тебя понял. Слушай, ну, я тоже поделился, опять же, на сегодняшнем своем бритинге версии о том, что это часть пиар-компании. Мы, конечно же, посмотрим, как будет все на самом деле, но судя по отклику в общественности, то есть Трамп, разумеется, сейчас в группе повышенного риска, потому что в силу возраста, конечно же, и это оказало влияние на настроение, все начинаются переживать ему, знаешь, как непростое у него сейчас политическое время, то есть и тут вот он еще столкнулся с такой напастью, и рейтинг начинает потихонечку расти вверх у него. И следующие дебаты, кстати, они относительно скоро, вот 15 октября, по идее, если, ну, нормально человек сталкивается с коронавирусом, так быстро победить его, даже и будучи с очень хорошим иммунитетом, не удастся. Ну, вот мне прям очень интересно посмотреть, выйдет ли Трамп на следующий дебат. 15 октября, ну, это, в принципе, уже вот фактически, сейчас, одну секунду. На следующей неделе. На следующей неделе, да, за 4. А он, если не ошибаюсь, он сегодня не вышел на работу или завтра планируешь что-то такое? Ну, я имею в виду Белый дом там. Я не буду пока, как бы, браться, чтобы ответить на это, но какое-то, видимо, дистанционное, какую-то активность он поддерживает. Ну, вот, не знаю точно. Новости не такие уж и плохие. Если бы новости были плохие сейчас на рынках, на них была бы паника. И прямо сегодня, с понедельника, все бы летало просто. Но все более-менее в конве, опять же, нормальных тенденций, трендов. И, я думаю, что рынок, как бы, перемолол уже этот фонд. Ну, интересно, конечно, последить. Тем более, что выборы с вами уже не за горами. Мы будем держать вас в курсе, друзья. Будем следить вместе с вами, потому что это то самое мощное событие, которое будет раскачивать волатильность. Ну, ладно, давай тогда к идеям и к демонстрации. Так, ну, начнем по старинке с индекса. Американской валюты. Друзья, индекс доллара я, как и раньше, рекомендую только лишь шортить. Сейчас котировки 93.86. В качестве новой сделки для тех, кто не заходил в позиции раньше, можно попробовать селл-стоп с уровня 93.75. При этом стоп-лосс можно будет поставить на отметку 94.30. Ну, и ждать, разумеется, чтобы при соотношении риска-реворда индекс американской валюты поближе к 92 пунктам. Объясняю, почему. Нужно все-таки придерживаться сценария того, что американская валюта ослаблится. Мы в пятницу, так же, как и все трейдеры, инвесторы, средне-долгосрочные спекулянты, следили за данными по Non-Farm Perils, американской статистике по рынку труда. И данные, как и ожидалось, преимущественно разочаровали. Цифры сейчас я себе тут выписал. 661 тысячи новых рабочих мест очень сильно контрастирует с тем, что мы видели два месяца назад. Два месяца назад был прирост на полтора миллиона. И фактическая цифра расходится очень сильно с прогнозным значением. То есть я, честно говоря, будучи скептиком, считал, что американская экономика создала 800 тысяч новых рабочих мест, но по факту цифра гораздо ниже. Чем хуже, повторяю, выходят сейчас данные, тем выше шансов на то, что Конгресс США даст экономике новые меры экономического стимулирования. Причем, если американская экономика создала 661 тысячу новых рабочих мест, это значит то, что реально без работы в Штатах остается больше 22 миллионов человек. При таком уровне безработицы, конечно же, темпы экономического роста будут оставлять желательно лучшего. И сейчас нужно стимулировать работодателей, нужно стимулировать безработных чеками, опять же, теми самыми чеками, повышенными пособиями по безработице, которые имели место быть фактически два месяца назад. Я рассчитываю на то, что Конгресс осознает все риски для дальнейшего состояния в целом, объективного состояния экономики, и на этой неделе вернется к активному обсуждению этих мер экономической поддержки. И если мы получим конкретику по ним, то индекс американской валюты без каких-либо коррекционных откатов даст мощный импульс вниз, потому что вместе с ростом, опять же, вливаний в национальную финансовую систему сразу же возрастут риски и инфляция, о которой я много раз говорил. Так, помимо идеи индекса американской валюты, евро против доллара, рекомендовал раньше длинные позиции, сейчас котировки 1.17.26. Длинные позиции остаются актуальными. Опять же, только что сказал, как нужно действовать в отношении доллара. Разумеется, по евро это противоположная сделка. Европейская валюта растет. И интересно то, что евро сейчас растет на фоне повторного, частичного ввода мер, карантинных мер в Мадриде. То есть в Европе с коронавирусом ситуация, к сожалению, ухудшается. И в моменте это как бы на евро не оказывает никакого влияния, потому что, видимо, тоже настроены на новые меры экономического стимулирования от властей ЕС и считают то, что если ситуация ухудшится, эти меры экономической поддержки помогут. Я предлагаю тогда, раз рынок сам не закладывается под эти риски, не искать причины для продаж европейской валюты, а действовать, отталкиваясь от поведения доллара. Если по доллару на ставку на снижение, тогда евро против американца реально сохраняет потенциал движения выше отметки 1.1850. Кстати говоря, как можно действовать сейчас в моменте, это сделка байлимит с уровня 1.1690, то есть в расчете на коррекцию на 30 пунктов вниз с текущих значений, там уже подбираем. Стоп-лосс можно поставить на отметку 1.1640, ну и в качестве тейк-профита значение 1.1850 и поближе даже к уровню 1.19. И в прошлый раз я еще давал комментарий по фондовому рынку. Была сделка с 3270 пунктов, это байлимит, но мы вот до того значения так и не дошли. Я объяснял свой подход к анализу сейчас S&P с точки зрения также и техники отбоя от скользящей средней. Вот мы видим, как эта тактика и стратегия сейчас работает, но индекс в моменте коктируется на отметке 3.353 пункта. Я предлагаю туда подтянуть отложку байлимит с уровня 3.270 до 3.300 и опять же ждать пробоя сначала этого уровня, срабатывания отложки и последующего роста. Сценарий и логика здесь точно такая же, как и в отношении того, что я сказал по доллару. У нас единственный фундаментальный триггер сейчас это новые меры экономического стимулирования от Конгресса. И чем быстрее они будут даны, тем, соответственно, больше шансов у фондового рынка США показать прежний максимум. Виталий, слово передаю тебе. Так, видно график? Видно. Ну, по поводу еще, правильно ты отметил, вот настроение среди избирателей по поводу Трампа, это сочувствие, да, он заболел, там, сочувствие. Я вот, кстати, заметил, смотрю иногда сводки, там, кто заболел, кто, там, вот все время болеют в большинстве случаев какие-то, там, директора компаний каких-то крупных. Вот недавно встречались со знакомыми вчера, там, человек работает в крупной компании международной в Киеве, и со всех сотрудников, которые работают, да, заболел только директор, да. Потом тоже со знакомыми вчера еще одними разговаривал, там, заболел директор только школы и его супруга. Там, у нас недавно заболел тоже один в политике кандидат, очень такой сильный, ну, там, несколько еще болеют. То есть в таком формате, что есть, есть это пиар-компания, это, в принципе, можно уточнить, скажем, политологов, которые это все, маркетологов думают. Поэтому не исключаем, что Трамп, ну, посмотрим, посмотрим, что будет. Ну, давайте вернемся к графикам, что мы обсуждали на прошлой неделе с тобой. По нефти я давал шартовые идеи. Нефть марки Light, шартить ее с целями 39. Мы еще, там, в среду добили эту цель. И еще говорил о целях в районе 36, мы, в принципе, тоже сюда добили. Кто шартил нефть, скажем, всю прошлую неделю, мог неплохо заработать. Там также давались рекомендации о переводе шартов без убыток. Эти без убытки, кто переводил их, могло бы выносить в зависимости. Кто, когда смотрел нашу передачу, если кто там в записях попозже мог повыше зашартить, он, в принципе, мог остаться в рынке. Но что в идеале, то что мы отпадали очень хорошо, поэтому нефть неплохо сработала. На текущий момент по нефти сохраняется идея, что мы дальше должны падать, по идее, обновлять вот эти минимумы 36,60, 36, где-то в район там 34,30, скажем, что касается по нефти. Пока каких-то идей в лонг не вижу. Если будут формироваться, уже будут сообщать. Дальше. Давал также комментарии по S&P 500. Был также солидарен с тобой, что рассматриваю лонг по S&P 500. Точки входа не назывались, но, кстати, вот в среду я давал своим подписчикам покупку. Там уже чуть-чуть позже был такой уровень, неплохой модель. Именно по S&P 500 до Jones, Nasdaq. Неплохо смотрелись лонг. Локально мы отработали. Еще находимся в рынке, потому что стоп-лоссы мы ставили за вот этот минимум. 32,89, ну, по всем, по Dow Jones. И даже вот на этой новости на прошлой неделе, что там Trump заболел, мы так и не смогли обновить этот минимум. И пока находимся в рынке, я сохраняю идеи, что мы должны очень хорошо вырасти по S&P 500. Не исключаю там, вот сейчас по рынку, вот по S&P 500, Dow Jones, фунт-доллар, евро-доллар, индекс доллара. Но там либо мы сегодня, там, сегодня-завтра идем в ту сторону, там, ослабление доллара, рост фондового рынка, либо здесь есть такая модель, я еще буду за ней смотреть сегодня-завтра, что можем обновить вот по евро минимуму 1,16, и по индексу S&P 500, там, 3200 пунктов, скажем. То есть не исключаю такую идею, поэтому, если кто, скажем, смотрит мои рекомендации, то соблюдаем риск-менеджмент, потому что не исключаю сильного провала вниз по евро и по индексу S&P 500 вниз. Ну и также евро-доллар аналогично. Говорил о покупках, мы немножко в среду там выросли, дальше скинули, и сейчас рассматриваю покупочки, аналогично, как и ты, можно купить секущих, это 1,1725, также докупиться, если оно будет падать в район, там, 1,1700, 1,1700, ну, чуть-чуть выше, то есть вот этот диапазон, все, что выше пятничного минимума, с целями среднесрочными, там, в район, там, 1,20, возможно, и выше. Со стоп-лоссом, это в район, там, 1,1660. Это что касается евро-доллара. И индекс доллара, он аналогичный, и плюс можно еще, там, доллар-франк рассмотреть, шорт с текущих, 0,9170, диапазон, там, 0,9185, шорт, стоп-лосс, поставить, вроде, там, 92,45. Пожем посмотреть. Так, и, в принципе, в принципе, все. Виталий, спасибо тебе за рекомендации. Давай тогда следить за тем, как будут отрабатываться эти идеи, следить за ситуацией вокруг Трампа и его коронавируса. Друзья, традиционное напутствие всем вам, контролировать риски, загрузку депозитов, это сейчас важно, потому что рынки находятся как бы в ожидании определенного рода развязки, ну, как минимум, вот ситуация с Конгрессом. Если мы сюда добавим еще и политику, и то, как будет протекать коронавирус у Трампа, то, в принципе, этих новостных вбросов может быть очень много, и они могут произойти в любой момент. Следите за рынками, ни в коем случае не оставляйте ваши позиции без контроля. Мы также будем наблюдать и держать вас в курсе, если что-то интересное в плане возможностей появится. Виталий, хорошей тебе торговой недели и до следующей встречи в среду. Пока. Спасибо, пока.